На уголовное правонарушение шел умышленно, действовал один, лишнего внимания не привлекал. План действий разработал заранее. Заходил в супермаркет, делал незначительные покупки, складывал в тележку и, как обычный порядочный покупатель, выходил с ней за пределы торгового помещения. Он делал вид, что он нашел до автомобиля, а сам потихонечку, потихонечку, уходя от охраны, вывозил тележки в посадку, где там прятался за деревьями, за электроподстанцией и разбирал данную тележку. У него там был бетонит и отвертка запрятана. Тележки, получается, в посадке разбирал, где аккуратненько ложил в сумочку и относил на металлоприемку. Скупиться с умыслом Мариуполис приходил утром и вечером. И такой вид заработка приносил ему 90 гривен в день. Если провести простейшие математические расчеты, цифры поразительные. Мужчина похищал две тележки и сдавал их на металлолом, за что выручал около 100 гривен. При этом стоимость одной тележки составляет несколько сотен. Однако покупатель довольствовался тем, что имел, а действия свои объяснял просто – шел на малые риски. Поясняет, что в гипермаркете ведется камера видеонаблюдения и что ему было бы тяжелее похитить продукты питания, чем данную тележку. Деньги, добытые преступным путем, тратил на спиртное удовольствие. Продержался так целый месяц, планировал и дальше пополнять свой бюджет за счет имущества супермаркета. Проведенным актом инвентаризации сотрудниками данного супермаркета было установлено, что у них не хватает тележек, после чего они проследили записи видеокамер наблюдения, которые установлены на входе в супермаркет, также и в самом непосредственном помещении супермаркета и во всех отделах, и увидели данного гражданина. Таким образом выяснили, что похищались тележки. Когда информация поступила в милицию, правоохранители задержали мужчину, который был причастным к целой серии краж тележек. В совершении данных преступлений был изобличен местный житель города Мариуполя, 37-летний гражданин, ранее судимый, злоупотребляющий спиртными напитками и ведущий антиобщественный образ жизни. Холост проживает один. Покупатель вора оказался хорошим актером и умелым похитителем. За несколько минут в лесополосе он мог трансформировать громоздкую тележку в компактную груду металла, аккуратно упаковать и выйти с небольшой сумкой, чтобы ни у кого не вызвать подозрения. Однако теперь придется трансформировать и привычный образ жизни. За целую серию краж фигуранту грозит наказание, связанное с лишением свободы.